всем добрый вечер наша недельная глава глава шла на этой неделе я в этот шаббат буду говорить меня просили в одной синагог не в моей другой поговорить о шифха шелерит израиль то есть благословение земли израиля насколько она хороша сказать за нее хорошие слова и все это происходит почему потому что в нашей главе мы читаем прочитаем про вещи которые произошли совершенно наоборот когда были посланы разведчики и разведчики эти сказали нехорошие слова про землю израиля что привело в конце концов к наказанию то есть что у нас происходит мы читаем то есть да в принципе последние главы что мы читаем мы читаем что все зайдет вроде замечательно что происходит народом израиля пустыне поскольку они вышли тору получили стоят возле горы сенай построили мешка и так далее так далее то есть поставили знаменами так далее в принципе собирается идти землю израиля и в принципе начинают же с оперативными подготовками к этому и как часть они двигаются проходят то есть определенное расстояние сносятся у границы земли израиля и готовимся к входу одна из вещей которую перед входом что делать посылает разведчикам посылает разведчика для того чтобы они выяснили про землю израиля то ли другое и так далее то есть в принципе выяснили как ее захватить стоит ли захватить что там происходит вроде и с этого момента начинается скажем так очень быстро скажем так скатывание вниз народ израиля грешит грешит грехом разведчикам и в принципе получает за это наказание что все старшее поколение которое вышло из египта старше 20 лет так далее они умрут в пустыне это что мы знаем тем более того от греха разведчика происходит не только скажем так старшее поколение то есть должно умереть в принципе происходит смена скажем так изменение gps смена пути таким образом всевышний собирается то есть изменяет все это дело и народ израиля не сразу войдет землю израиля они должны стать скажем так временно быть и сейчас мы сегодня пром разобрать что особенного в этом греху разведчиков и попробуем понять на базе этого заповедь цицит которая здесь появилась и как она связана с исправлением греха разведчиков поехали итак начнем с грехов по-настоящему если мы посмотрим назад на историю народа израиля в пустыне то мы увидим то есть глобально два центральных греха такие вот массивно грехом было много в пустыне но такие самые центральные самые массивные два и это грех золотого тельца и грех разведчик и действительно мудрецы наши в нескольких местах сравнивают и проводят параллели между двумя этими грехами например одна из очень скажем так ярких похожих похожестей это то что оба греха влияют на все остальные поколения после них на 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 веки вечно это идет дальше развитие влияние дальше и дальше например по поводу греха разведчиков всем знает этот метраж, который приведен к Марею в Татате Сота, по поводу того, что они заплакали правильно и сказал раба имени Раби Йоханана, что сказал Всевышний, то есть что это было время 9 ава, когда они плакали, то есть грех разведчиков пришел в 9 ава, и сказал Всевышний, вы сегодня плакали, пустое плач, поэтому я сделаю так, что вы будете плакать теперь во всех поколениях, в этот день. 9 ава он сделал проклятым днем в каком-то смысле, и в принципе метраж что описывает? Метраж описывает, что в истории еврейского народа дальше, то есть вот этот грех разведчиков продолжает, скажем так, озвучиваться, то есть он отдает свои дальше отзвуки и отклики. Из-за греха разведчиков произошла плач пустую, таким образом Всевышний сделает так, что на веки вечные, то есть очень долго на поколение будет этот плач в этот день, который привел к разрушению храма и многим другим бедствиям народа Израиля. Кстати, похожие вещи говорят наши мудрецы про греха золотого тельца. Есть гмора в Трахтаке Сангедри, то есть на 102 листе, который говорит, что а ты мне рабиец хака, что в любой беде, которая приходит в наш мир, то есть в любом поколении, то есть нету такого, чтобы у нее не было, то что называется, одно из 20 и так далее от греха золотого тельца. То есть в принципе, как бы в любое бедствие, которое приходит, в ней есть часть расплаты за грех золотого тельца. То есть на поколение. И мы, в принципе, получается, что мы по сей день несем вот этот вот расплачивание, скажем, тоже несем, а мы расплачиваемся и пожинаем плоды греха золотого тельца. С любым бедствием, которое приходит в наш народ, то есть народ народа израиля, что бы ни пришло, так или иначе связано. В принципе, реализуется в том, что сказано у мудрецов в Трахтате Гитин, то есть ничтожно или жалка та невеста, которая изменила в день свадьбы своей. Окей, то есть в принципе, где произошло грех золотого тельца, на Синае, после дарования Торы. И, как вы понимаете, то есть, да, можно сказать, в день своей свадьбы она ему изменила всевышнюю невесту. Вместе с тем, каждый из этих, скажем так, последствий этих грехов нужно проверять детально. Причем, потому что по-настоящему они немножко не похожи, потому что, допустим, грех тельца, тяжелейший грех, у него есть последствия по сей день. Но, с другой стороны, что мы видим? Всевышний, после того, да, Мошер Абейну должен был обратиться к Всевышнему, использовать 13 милосердия, уговаривать Всевышнего и так далее, и так далее. Ну, в конце концов, что происходит? Молитва Моша была отвечена. Всевышний, в принципе, не меняет своего решения вести народ Израиля, завести в землю Израиля. То есть, да, в принципе, начинает идти дальше все плотно, вплоть до того, что есть те, которые, комментаторы, которые говорят, что главы Вайкель Пикудей, после главы Китиса, который описывает грех золотого тельца, то есть, они описывают Вайкель Пикудей, строительство Мешкана и так далее, они приведены специально для того, чтобы, как сказать, то есть, назначение Асаким Караги, то есть, да, чтобы вернулись обратно в нормальную, то есть, в то же русло, то есть, да, продолжаем, как и было. То есть, в принципе, ничего, то есть, мы продолжаем и идем. В отличие от этого, когда мы читаем про грех разведчиков, мы видим абсолютно другую вещь. Мы видим, что, да, Всевышний отвечает на молитву Муше, да, он уничтожает народ, но мы видим, что есть в его уже словах Всевышнего некое, скажем так, ограничение его прощения, назовем это так. Мы это увидим, то есть, в нашей главе, это 12, то есть, глава 14, 20 стих, давайте я вам прочитаю 20 и дальше. И сказал Господь, простил я по слову Твоему, салахтыки двореха, мы так говорим, когда говорим слихот, то есть, да, когда молитва слихот, перед Рошино, и потом Медрошино, и Мфекура, и Мфекура, и Мфекура, и Мфекура, салахтыки двореха, то есть, да, я простил по слову Своему. Однако, смотрите, но, я простил, но, как жив я и славой Господи наполнится вся земля, так все эти люди, видевшие славу мою и знамения мои, которые совершил я в Египте и в пустыне, испытавшие меня уже десятый раз и не слушавшиеся глаза моего, не увидят земли, которую я клятвенно обещал от самых, и все гневящие меня не увидят ее. Видите, то есть, прощение есть, но оно такое с ограничением, уже видно, то есть, в принципе, получается, что влияние и последствия греха разведчиков намного более тяжелые, чем последствия греха золотого тельца. Всевышний предлагает ударить, предлагает сначала уничтожить весь народ Израиля. То есть, продолжить народ Израиля от Мушарабыну. Но в конце соглашается, не уничтожить народ Израиля. Но вместе с тем, он на первое поколение, вышедшее из Египта, наложено то, что они умрут и не увидят землю. То есть, в принципе, первое поколение, которое видело избавление из Египта, не удостоится увидеть землю Израиля и умрут в пустыне. Для того, чтобы немножко это определить, здесь очень интересная вещь. Есть мараф в трактате Баба-Ватра. Мараф в трактате Баба-Ватра. Там разделился Ешнофлип, который занимается наделами земли Израиля. То есть, вещами связаны с наделами и так далее. И он приводит мнение Рабьонатана, которое говорит, что земля не была разделена для выходцев из Египта. То есть, не разделили землю для выходцев из Египта. Что имеется в виду? Имеется в виду, что люди, вышедшие из Египта, не получили удержанность земли Израиля. Как это понять? Так говорит Рабьонатан. То, что мы сейчас сказали, можно вспомнить и сейчас. Что имеется в виду? Имеется в виду, что поколение, вышедшее из Египта, и поколение пустыни, которое, да, вошло в землю Израиля, это два разных народа. В каком-то смысле. То есть, в каком-то смысле Всевышний заменил народ Израиля на другой народ Израиля. Как он это сделал? Потому что он сказал, от муше я не уничтожу народ, хорошо. Я от тебя одному не сделаю народ, но я сделаю смену другому народу. Этот народ я убираю. Это как один народ. Кстати, есть даже мнение, которое говорят, что те, кто был в пустыне, то есть те, которые согрешили золотым тельцом, прошу прощения, грехом разведчиков, те, которые не вошли в землю Израиля, у них нет дела в будущем мире и нет дела в народе Израиля. Вау. Имеется в виду, что Всевышний их уничтожил. То есть, он поменял один народ на другой. То есть, народ отцов на народ детей, которые войдут землю Израиля. Теперь, это тяжелая вещь. Поэтому мы должны попробовать объяснить, в чем же такая тяжесть, такая разница между грехом золотого тельца и грехом разведчика. То есть, да, как можно, скажем, другими словами, то есть, как можно, то есть, вообще, то есть, как-то вот эту вот пропасть между ними соединить. То есть, там, где Всевышний прощает, то есть, есть последствия, но он прощает, продолжаем, идем и так далее. И тем, что произошло с грехом разведчиков, когда Всевышний говорит, все, ребята, то есть, хорошо, я по просьбе мужа не убиваю, но они умрут. То есть, я меняю этот народ. Этот народ в землю Израиля не войдет. Почему такая разница? Давайте разберемся. Дело в том, что давайте увидим, скажем так, на базисном уровне, увидим очень интересную вещь. Вроде бы. То есть, да, все просто. Можно объяснить, есть разница между этими грехами хронологическая. Какая? Грех золотого тельца, он происходит несколько дней, в принципе, определенные, то есть, скажем так, несколько недель после дарования ТОП. Через какое-то время. То есть, да, через 40 почти дней. Теперь. Тогда народ Израиля не знал по-настоящему, как правильно служить Всевышним. Ну, не знал. И ошибся. И построил Итал. Построил этого. Окей. Да, этот грех продолжает давать свои отзывы, свои отклики в наше время. Но, с другой стороны, он больше похож, скажем так, на грех первого человека. То есть, да. Когда первый человек, когда он грешит, это тоже на все остальные поколения, то есть, откликается еще как по сей день. Но, по-настоящему, первый человек не знает последствий своего греха. Он еще, скажем так, с ними, он даже не соображает, какие последствия будут у этого. В отличие от этого, грех разведчиков совершенно другой. Он происходит когда? После целой серии чудес. После целой серии, которую прошел народ Израиля возле горы Синай. И все, что делалось, и так далее. И того, что спускался в Синай, и все остальное. Он должен уже был понимать силу Всевышнего. И, в принципе, скажем так, назовем это простым языком. Не первый день замужем. Там был замужем, он был за отцевышним. То есть, было всего лишь не столько, не много. То есть, да, вот только поженились, как бы. И он ошибся в расчете, то есть, как правильно это делать. Но здесь уже не первый день замужем. То есть, как бы, уже видел, уже понимал народ Израиля, что происходит. Если же мы, скажем так, немножко по-другому заглянем на эту сторону, то есть, мы видим не очень интересную вещь. Дело в том, что грех произведчиков народа Израиля, это не только не первый грех. Он и не второй, и не третий, и не четвертый. Не зря Всевышний говорит, что они меня испытывают уже десять раз. То есть, а и больше. И по этой причине, что происходит, тут срабатывает очень интересная вещь, про которую сказали наши мудрецы в трактате Юма. Сказал Равгуна. Если человек сделал прегрешение и повторил его, это стало ему разрешенным. Разрешенным, ты думаешь, говорит Гмара. Но имеется в виду, что ему как будто разрешено. Что имеется в виду? Что человек, который повторяет грех раз за разом, его отношение к этому греху становится какое? Сначала это йогает, потом спокойнее, а потом уже становится обыкновенным. То есть, как будто ему это разрешили. Накатанная дорога. Я сегодня, то есть, одну вещь, которая связана с интернетом, которую я видел, если кого-то интересует, могу потом рассказать отдельно, не на записи. Я был в шоке. То есть, сначала я человеку показал, что есть проблема в действии, а потом я увидел, что человек вообще проблемы не видит. И как бы он это делает раз за разом, много вещей. И я говорю, вот, пожалуйста, человек, то есть, насалу кейтер. То есть, да, он повторяет грех за разом, он даже гордится этим и не видит в этом проблемы. Это то, что произошло с грехом разведчиков. Когда человек падает, раз делает, делает второй. И не уходит от греха, который он делает, не исправляет. В конце концов, он будет дальше продолжать грешить, и у него этот грех вообще уйдет. Вся его проблема из его глаз. Это то, что произошло. То есть, в принципе, они не могут понять, что произошло с разведчиками. Разведчики, в конце концов, уже не могут и не смогут понять всю тяжесть греха, которую они совершили. Это стало им как разрешено. Всешний говорит, с ними больше нечего делать. Больше невозможно даже... Вот это вот поколение не подвергается перевоспитанию. Невозможно дальше делать. Я могу продолжить. Я отвечу на твою молитву. Я, да, выполню клятву отцов. Но с этими делать больше нечего. Это нереально. Все, закончилось. Мне нужно менять их. Раз нужно менять, приходится, скажем так, менять программу действия. Я обещал, что уничтожать их не буду. Значит, они будут жить, пока не умрут. Значит, 40 лет стоим, крутимся по пустыне, пока не все умрут. Потому что нужно менять. Окей. Грех понят. Поняли, в чем его тяжесть. Теперь давайте поймем, откуда он вырос. На чем он базируется. И здесь очень интересная вещь. Есть те, которые объясняют, что грех разведчикам является в том, что они дали свой комментарий, свое объяснение тем видом и тому, что видели в земле Израиля. То есть, как бы, по этому объяснению, Мушер Абейну ожидал объективную информацию. А они пришли и добавили, что сказали, свое мнение, которое у них никто не спрашивает. Они сказали, эфиски азгаам. То есть, силен народ. Правда, с этим комментарием, с кем-то объяснение, есть несколько проблем. Первое. Разве от разведчика мы не ожидаем, чтобы он скажет свое мнение? В любой разведке спросите, когда вы послали разведчика. Он не только передает мою информацию. Мы хотим узнать его мнение. Более того, давайте откроем книгу Йошуа. Книга Йошуа, кстати, автора нашей недельной главы. Когда Йошуа посылает разведчик. И там как раз Йошуа таки да прислушивается к мнению разведчика. Ему да интересные комментарии. Там сказано. Они говорят, дал Всевышний в руки наши всю землю. И боятся все народы земли перед нами. Откуда у них такая информация? Они ведь по-настоящему чуть-чуть увидели город и провели только общение с Рахав. И Мрахав вроде рассказал. И все. То есть, в принципе, они говорят личное мнение, о котором со Сталином на очень малых вещах. А еще не ходили, исследовали каждый народ, насколько они боятся. То есть, личное мнение, это было важно. То есть, в принципе, достаточно им было маленького, короткого встречи с Рахав и так далее, которая произошла. И они высказали свое мнение. И Йошуа принял. Они их герои. Они хорошие разведчики. Почему эти высказшие свое мнение? Они видят то, что увидели. Они увидели проблему. Они говорят, есть проблема. Поэтому проблематично так объяснять. Второе. А вообще, как ожидается от разведчика объективный рассказ того, что он видел? По-настоящему любой человек, каждый человек, то есть почти любое, все, что он видит, что с ним происходит и так далее, он переживает это на базе своего мнения, своего личности и так далее. Кстати, мы это видим постоянно. Возьмите даже эпоху короны и так далее. Были всякие специалисты. И каждый говорил со своей колокольной. И это было научное мнение. Одни были специалисты, которые говорили, да, нужно увеличить ограничения. Другие говорили, надо уменьшить ограничения. То есть с болезнью никто не спорил. Так или иначе, и каждый говорит свой колокольный, но он пропускал это через призму себя. И они говорили как про специалистов. Поэтому как ожидается от специалиста, разведчика, который пошел развердывать, вообще не использовать никакого личного своего мнения? Поэтому, скорее всего, надо объяснить грех разведчиков таким образом. Проблема не в том, что они добавили свой комментарий к тому, что увидели, а проблема в их, то, что называется, отгдумут. То, что называется изначальным, скажем, построенному мнению, которого было ранее, изначально. То есть было их, скажем, как сказать, дагдума. Ой, это пытаюсь на русском языке слово найти. Дагдума. Если мне тут поможет, я буду рад. Это как бы изначально, то есть впечатление, то есть когда ты идешь куда-то, то есть ты уже несешь в себе какой-то уже багаж каких-то мнений заранее. Так вот, и это была их проблема. И таким образом, своими словами, что они сделали? Они показали свое неверие во Всевышнего. То есть они не верят Всевышнего в его возможности и, в принципе, они показали недостаточность своего желания или вообще готовности подчиняться и слушать Всевышнего. То есть при этом похоже на раба, восставшего против своего господина. Они высказывали не просто мнение. Это мнение было бы пробазировано на том, что они готовы слушать Всевышнего по-любому слову. По-любому. Это проговорится о том, что они не верят, потому что Всевышний может сделать что-то, то, так или другое. Из этого вырос грех. Теперь. И действительно, напротив вот этого вот подхода мы встречаем в нашей голове заповедь Сесити. Казалось бы, что бы и здесь делать, но она именно стоит здесь, напротив именно этого подхода. Говорит наше то, если мы откроем пятнадцатую главу тридцать девятый стих. И будет она у вас в цице, то есть там изопроголубой нить. И гляня на нее, вспомните все заповеди Господни, исполните их. И не будет следовать сердцу вашим, учам вашим, которые влекут вас к блудодеянию. Господи, как это перевели. Ираши на месте, что нам говорит? Сердце и глаза, они разведчики тела. И сутенеры при грешении. Окей, то есть они в принципе разведчики, потом координируют действия между... То есть для... Что имеет грехопадение? Действительно, можно найти несколько похожестей и сравнений. То есть мы берем между заповедью Сеситом и грехом разведчиков. Ну, конечно, то есть сразу, то есть, да, мы сказано, что заповедь Сесита должна привести человека ло-ла-тур. Ло-ла-тур, то есть, да, они отправили Сеситом и грехом в ла-тур. То есть разведывать, то есть пойти, то есть разведывать, а это чтобы человек не шел за своим, то есть не путешествовал за своей, за своими глазами, за своим сердцем. Точно так же, как сделали разведчики. То, что говорит Раша, то есть на что он подтеркивает, что сердце и глаза человека являются кем? Разведчиками. Они разведчики для тела. Таким образом, еще больше соединяется похожесть между грехом разведчиков, то есть и ло-тур, и разведчиков. Теперь, наши мудрецы еще привели и сказали, что цицит напоминает циц. Что такое циц? Циц – это вот эта вот золотая пластина, которая находится у первосвященника на голове, на которой написано «Кодыш ле Гошем» – «Свят Всевышний». Для чего это написано, кстати? Для того, чтобы показать подчинение первосвященника Всевышнему. То есть он его подчинен напрямую, причем полностью. И он полностью принимает на себя делать то, что заповедовал Всевышний, то, что Всевышний возложил на него. Для этого у него написано «Кодыш ле Гошем», то есть он посвящен Богу. Теперь, в чем задача цицит, заповедь цицит? Задача заповедь цицит – внести и, скажем так, вбить нам то же самое понимание. По которому мы понимаем, что мы рабы, служители Всевышнего. И мы должны выполнять его заповедь, его повеление. То есть и мы не должны ставить под сомнение его требования, его повеление и так далее. Или высказывать свою критику, свое мнение по поводу его заповедей и того, что он требует от человека. Мы должны их исполнять. И это, естественно, стать абсолютной противоположностью к разведчику, которые согрешили именно в этом, именно в этой точке, именно в этом аспекте, в этих проблемах. Именно потому, что они не были готовы принимать полностью повеление и решение Всевышнего и служить Ему и полагаться на Него и на Его поручения, на Его требования и обещания. Действительно, разведчики хотели показать объективное видение реальности. По-настоящему они, скажем так, у них-то не получилось, и они добавили идеи от себя. На базе того, что они не полагались на Всевышнего. Таким образом, заповедь Цицита пришла, в конце концов, по-новому укрепить и воссоздать в человеке подход и понимание. И, кстати, научить его и воспитать к тому, что он раб Всевышнего, что он служитель Всевышнего. О, тогда у нас задается вопрос. Очень интересно. Знаете, какой у нас вопрос задается? Вы знаете, что заповедь Цицит – это заповедь Хьюмит, а не Хьювит. Что я бы знаю? Сейчас объясню, что имеется в виду. Это заповедь, которая не обязующая, а исполняющая. Что имеется в виду? Имеется в виду, что если у человека нет одежды, на которой четыре угла, он не должен связать заповедь Цицит. У него только, то есть если у него есть четыре угла, он обязан навешать на них Цицит. То есть, по идее, человек, которого нет в одежде четырех углов, он может ходить без Цицит. Это называется… И если мы говорим, что Цицит настолько важен, что Цицит учит человека быть рабом Всевышнего и так далее, это его задача. Почему Всевышний не сделал заповедь Хьюмит? То есть, обязывающую. То есть, ты обязан носить Цицит, а оставил ее исполняющей. То есть, если я есть, то есть четыре угла, то я ношу, если нет, то нет. Ответ на этот очень интересный и базируется на том, что сказано в Тадмаре в трактате Миноход на 41-м листе. И Маратам говорит, что несмотря на то, что нет запрета ходить без Цицита, но в моменты гнева Всевышнего, тот, кто не носит Цицит, будет наказан. То бишь, получается, что Цицит – это особенная возможность, которую дал Всевышний человеку, и одноразовая возможность для того, чтобы он понял и внес свое разумение, что он служитель Всевышним. Таким образом, человек, который использует эту возможность, которую дал Всевышний еврею, надевая на себя Цицит, он будет, скажем так, если он вдруг попадет в момент гнева Всевышнего, то есть, это его защитит. Почему? Потому что он осознает и так далее, скажем так, нашими словами, Всевышний видит Цицит и так далее, что человек носит и так далее, значит, он пытается внимать и понимать и осознавать то, что он служитель Всевышнего. И таким образом, у него нет вот этого вот вкрапления греха разведчиков, то есть, даже если он упал или что-то произошло, Всевышний грехец и народ озрали, то, скажем так, это не совсем гиблый вариант, этот человек, скажем так. Но в простом, то есть, скажем, по природе, по естественным течениям обстоятельств, человек, который не надевает Цицит, он не сможет выставить перед Всевышним, когда Всевышний будет гневаться. Поэтому человек одевает Цицит. То есть, если мы подведем итог, что мы увидели, как Цицит исправляет вот эту проблему грехи разведчиков, грехи разведчиков, которые не осознали, что они служители Всевышнего, что нужно полагаться на Всевышнего, идти по его законам и не критиковать их, и не решать вместо Всевышнего, что лучшее, что хуже. И этому учится Цицит, чтобы мы вошли в это понимание. И дай Бог, чтобы мы смогли, скажем так, принять на себя Царство Всевышнего и, в принципе, служить ему, быть его служителем, потому что настоящая свобода, и продолжать стоять перед ним, и всегда быть защищенным, и всегда не попадать, скажем так, под горячую руку, даже, образно я говорю, естественно, даже во время, то что называется, в момент гнева, который происходит Всевышнего, хотя моменты гнева у него редкие, снова, это наши образные слова, нужно их понимать, и дай Бог, чтобы это получилось. Так, на этом я закончил урок, надеюсь, что он был полезен, интересен. Я выключаю запись здесь.